Приветствую всех, дорогие друзья. В этом ролике собраны самые интересные новости IT, поэтому досматривайте его до конца, чтобы быть в курсе всех событий. И с вашего позволения я начну с новой статистики по видеокартам. Компания Intel остается крупнейшим игроком рынка графических ускорителей, хотя формально до сих пор поставляет преимущественно центральные процессоры со встроенной графикой. Следом идет Nvidia, а замыкает тройку компания AMD, если верить отчёту John Paddy Research. Приведённые в бесплатной версии данные говорят о том, что за третий квартал на рынок было поставлено 101 млн графических процессоров, включая интегрированную графику. Это на 12 % больше, чем удалось отгрузить в аналогичном периоде прошлого года, но на 18,2 % меньше, чем в предыдущем квартале. Непосредственно объёмы поставок центральных процессоров за год выросли на 9,2 %, но последовательно сократились на 23,1 %. Если рассматривать расстановку сил на рынке графических решений для ПК в целом, то доля Intel последовательно сократилась с 68 до 62 %. Доля AMD выросла почти на 2 % до 18 %, а позиции Nvidia укрепились почти на 5 % до 20 %. Если рассматривать объёмы поставок GPU, то в случае с Intel они последовательно сократились на 25,6 %. В случае с AMD они сократились на 11,4 %, а вот Nvidia увеличила количество поставляемых графических процессоров на 8 % по сравнению со вторым кварталом. В сегменте дискретной графики расстановка сил не изменилась, и за продукцией Nvidia по-прежнему числится 83 % рынка, а AMD довольствуется 17 %. При этом количество отгруженных в третьем квартале видеокарт последовательно выросло на 10,9 %. По сути Nvidia и в этом смысле помогла более высокой зависимость от дискретной графики, которая используется не только в играх, но и в майнинге и вычислениях. Intel и AMD, больше зависящие от рынка ноутбуков, вынуждены были сократить объёмы поставок графических процессоров в условиях дефицита сопутствующих компонентов. В целом специалисты John Paddy Research ожидают, что на интервале до 2025 года объёмы поставок графических процессоров будут ежегодно сокращаться в среднем на 1,1 %, а к концу периода прогнозирования в мире будет эксплуатироваться более 3 млрд и 200 млн графических процессоров. К тому же моменту 31 % всех ПК будет оснащаться дискретной графикой. Также авторы прогноза считают, что ситуация с поставками компонентов на рынке ПК не нормализуется до конца 2022 года. Подводя итог из отчёта, можно сказать, что несмотря на увеличение поставок графических процессоров Nvidia, ситуация на рынке видеокарт осталась плачевной. И хотя именно на третий квартал пришёлся небольшой из-под цен на видеокарты, он был достаточно краткосрочным. Вполне возможно, что виной всему майнинг, от которого зависят цены, но не стоит и отрицать искусственно созданные условия для получения сверхприбыли. Ведь уже не раз инсайдеры твердили, что Nvidia специально ограничивает поставки, а расследование игр слаб показывало, что цены накручивают теневые поставщики. Виктор, автор канала Vicon, сделал ещё одну интересную модификацию, наделив RTX 2060 теми самыми 12 ГБ. Довольно примечательно, но Nvidia как раз собирается выпустить точно такую же модификацию, которая по слухам должна выйти уже 7 декабря. Проблем с работоспособностью самодельной RTX 2060 на 12 ГБ нету и она спокойно определяется системой и может запускать игры. Но вот какого-то ощутимого прироста от этих 12 ГБ ждать не стоит, ведь для такой слабой карты они вряд ли пригодятся. В тестах RTX 3070 на 16 ГБ, которую тоже сделал Виктор, можно было заметить некоторое улучшение производительности по сравнению с обычной моделью, когда ей не хватало памяти. Но 3070 это 3070, а RTX 2060 явно не сможет выдавать нормальную частоту кадров в 4К с лучами. Поэтому вообще непонятно зачем Nvidia собирается выпускать эту модель. Но в описании я оставил ссылку на ролик Виктора, где вы можете оценить процесс модификации 2060 до 12 ГБ и некоторые тесты. На сегодня ассортимент процессоров Intel Core 12-го поколения представлен только моделями K-серии. В обозримом будущем к ним примкнут решения с заблокированным множителем, но чипмейкер еще не объявил сроки их релиза. Однако сразу несколько источников сходятся во мнении, что это произойдет в середине января. Вместе с расширением модельного ряда настольных CPU корпорация Intel выпустит и младшие наборы логики с 600 серии H670, B660 и H610. Они послужат основой сравнительно недорогих системных плат, причем в большинстве случаев такие платы будут снабжены разъемами по DDR4. В общей сложности Intel планирует выпустить несколько десятков процессоров Core 12-го поколения с числом ядер от двух до шестнадцати штук. Еще важно понимать, что модели Core i5-12600 и младше базируются на втором варианте кристалла Old Lake и полностью лишены энергоэффективных ядер Graysmond. На прошлой неделе портал CNET поделился фотографиями инженерных мобильных образцов процессоров Core 14-го поколения, известных под кодовым именем Meteor Lake. На фото отчетливо видно, что процессор состоит из четырех отдельных кристаллов, а для их объединения Intel использует технологию компоновки Foveros и мосты Embedded Multi-Dye Interconnect Bridge или EMIB. Как сообщает китайское издание Commercial Times со ссылкой на отраслевые источники, отдельные кристаллы могут производиться не только по разным техпроцессам, но и на разных фабриках. Основной кристалл с x86 ядрами изготавливается собственными силами синих по 7-нм технологии Intel 4, но остальные блоки якобы отданы на производство TSMC. Графический кристалл, имеющий архитектуру XE-LP Gen12.7, основан на узле N3, а еще одна плитка с контроллерами изготавливается по нормам N4 или N5. Сама Intel уже сообщала, что поручит TSMC производить графические процессоры XE-HPG для игровых видеокарт Arc Alchemist с использованием техпроцесса N6. Кроме того, ускорители вычислений Ponte Vecchius сочетают 47 отдельных кристаллов, часть из которых также выпускается силами TSMC. Так что неудивительно, что отдельные части для процессоров Core 14-го поколения тоже будет делать TSMC. Использование отпечатков пальцев сегодня рассматривается в качестве одной из самых удобных альтернатив традиционным методам ввода паролей или пин-кодов. И ведь действительно приложить палец к устройству гораздо быстрее и удобнее, чем вводить нужные комбинации из цифр и букв. Но как показывает эксперимент специалистов Kraken Security Labs, этот метод не даёт действительно высокий уровень защиты данных. В течение дня мы оставляем наши отпечатки на множестве поверхностей и предметов, что уже ставит под угрозу такую защиту. Как указывают специалисты Security Labs Team, для обхода не требуется даже прямой доступ к вашим отпечаткам, их достаточно просто сфотографировать. После получения негатива отпечатка пальца его можно распечатать на ацетатном плёночном листе с использованием лазерного принтера. Именно он с помощью тонера создаст на нём трёхмерную структуру отпечатка. Для финального шага останется лишь покрыть распечатанный трёхмерный снимок отпечатка обычным столярным клеем для создания его синтетического слепка. После этого такой слепок отлично разблокирует любое устройство, которое защищено вашим отпечатком пальца. Эксперты рекомендуют не рассматривать метод аутентификации с помощью отпечатков пальцев в качестве надёжной альтернативы хорошему паролю. И хоть каждый человек обладает уникальным отпечатком, в наше время его очень легко подделать, возможно из-за этого и стараются переходить к защите по лицу. Исследователи Университета Аризоны разработали ультратонкое беспроводное устройство, предназначенное для имплантации в кость для мониторинга состояния тканей пациентов. Причём такие микрокомпьютеры можно будет надолго оставить в организме и они не требуют собственных источников питания для передачи данных. Данные, полученные от костных имплантов, позволяют оказывать индивидуальную ортопедическую помощь, помогая ускорить реабилитацию после травм. И хотя система ещё не одобрена и даже не опробована на людях, однажды имплантированные в кость микрокомпьютеры не только позволят следить за здоровьем, но и улучшать его. По словам учёных, наличие компьютера в кости позволяет создавать исследовательские инструменты, способные передать точные данные о работе опорно-двигательного аппарата. Поскольку мышцы плотно прилегают к кости и постоянно находятся в движении, важно, чтобы устройство было достаточно тонким и не было отторгнуто. Разработанный учёными компьютер не толще листа бумаги, а его размер приблизительно соответствует размеру небольшой монеты. При этом устройство можно деформировать в соответствии с формой кости и оно не требует аккумуляторов. Для взаимодействия с внешней электроникой применяется технология, аналогичная NFC-чипом, то есть как при оплате со смартфона. Но поскольку внешние слои костей обновляются подобно внешним слоям кожи, традиционные способы крепления к тканям не подходят. Для решения этой проблемы разработан специальный клей, содержащий частицы кальция со структурой, почти идентичной клеткам кости. Благодаря этому учёным удалось обмануть кость, заставивая считать микрокомпьютер своей частью. Так что Cyberpunk явно не за горами и импланты постепенно начинают создавать. Сотрудник портала Rockstar Intel у себя в микроблоге обратил внимание на незавершённый VR-режим, присутствующий в трилогии GTA The Definitive Edition. Как стало известно, с помощью консоли Unreal Engine и команды GTA.VR.1 в трилогии можно включить вид от первого лица. Несмотря на незавершённость, режим функционирует относительно стабильно, но явно требует доработки. Сейчас камера переключается обратно на третье лицо, когда персонаж садится в машину, а стрелять и драться дико неудобно. Планирует ли Rockstar добавить VR-режим в трилогию пока неизвестно и вполне возможно, что разработчики просто тестировали различные идеи. Студия IO Interactive анонсировала свои планы на ближайшее будущее для игры Hitman 3. Согласно свежей дорожной карте на 2022 год разработчики добавят в игру эффекты на базе трассировки лучей и поддержку устройств виртуальной реальности. Второй сезон начнётся 20 января 2022 года с гарантированным развитием и выпуском нового контента минимум на 12 месяцев. То есть новые карты, сюжетные линии, режимы и способы играть запланированы на весь 2022 год. Hitman 3 на момент своего выхода поддерживал PlayStation VR, а в январе виртуальная реальность появится и в ПК-версии. Кроме того, на ПК готовится поддержка лучей, но IO Interactive пока не делится подробностями, сообщая, что на весну 2022 года запланировано крупное обновление. Последняя неделя была неспокойной для Activision Blizzard, ведь журналисты пролили свет на токсичную корпоративную культуру компании, якобы сформированную самим генеральным директором Бобби Котиком. Многие представители отрасли публично высказались против компании в свете этих событий, в том числе руководителей PlayStation и Xbox, а теперь к ним присоединилась и Nintendo. Президент Nintendo of America Даг Боузер разослал своим сотрудникам письмо. В нем говорится, что как и все вы, я следил за делами Activision Blizzard и сообщениями о домогательствах и токсичности в компании. Он находит их огорчающими и тревожными, ведь они противоречат его ценностям, а также убеждениям ценностям и политике Nintendo. Боузер также сказал, что представители Nintendo уже связались с Activision Blizzard, приняли некие меры и оценили других. Что именно кроется за этими словами, к сожалению, не поясняется. Помимо этого Боузер призвал Ассоциацию развлекательного ПО занять более жесткую позицию в отношении домогательств и преследований. Так как по его мнению, каждая компания в отрасли должна создать среду, в которой всех уважают и обращаются на равных и где все понимают последствия невыполнения этого требования. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поддержать его лайком и подписаться на канал чтобы не пропускать свежие новости. А я как всегда хочу сказать огромное спасибо всем кто поддерживает ролики. До скорых встреч друзьям. До новых встреч, друзья!